добрый вечер добрый вечер всем кто к нам присоединился и в надежде что присоединятся еще люди дальнейшем мы с вами прошлый раз начали читать ту часть истории маковейского восстания началах османийской династии когда предательский трифон предательский убивает юнатана и на его место собрание народа утверждает симона симона или шимона да это происходит в 140 году 140 году и и мы прочли про первые деяния симона вот и дошли до некой очень важной точки я напомню что иерусалим все это время фактически после того что иуда вошел в иерусалиме очистил его правда там какой-то короткий период времени иерусалим опять был захвачен селевкидскими войсками но в целом вот после очищения храма иудой большая часть иерусалима более-менее постоянно находилась в руках восставших за исключением одного места за исключением знаменитой акры или как ее еще иногда называют хакра вот которая контролировалась все это время селевкидским гарнизоном там находились также те евреи которые активно поддерживали селевкидскую власть которых так осуждает автор первой маковейской книге тех которых впоследствии назвали мит я в ним или низированные евреи в маковейской книге такой термин не используется вот мы наконец дошли до того момента когда удалось таки как бы этот последний бастион взять не иуда не его брат юнатан так и не смогли взять эту крепость и вот 49 стих сейчас я открою текст ты знаешь ты меня не сделал холкост я не могу ничего показывать на танк и слышишь куку я ничего не могу показывать ссоре я все понял да я забыл сейчас одну сейчас шняха на все есть окей спасибо вот сейчас я открою текст перед вами вот он текст мы в 13 главе мы подходим к концу первой маковейской книги постепенно вот и 49 стих бывшим же в иерусалимской крепости то есть вот в этой самой акре не позволяли ни выходить не вступать в страну не покупать не продавать и они терпели сильный голод и многие из них погибли от голода иными словами полная осада иерусалимской крепости вот этой самой акре полная абсолютная осада да то что в наше время вряд ли возможно да я заранее прошу прощения за за аналогии да сегодня мы возим гуманитарную помощь деятелям того времени такие вещи в голову не приходили поэтому они достаточно безжалостно относились к врагам в данном случае симон накладывает такую абсолютную осаду и они вынуждены капитулировать как сказано в 50 стихе тогда воззвали они к симону о мире и он дал им его но выгнал их оттуда и очистил крепость от скверны это значит возможно возможно что здесь за греческим текстом за словом скверна стоит выражение то его скверна а можешь шикут еврейское выражение и взошел он нее 23 день второго месяца 171 года то есть такой очень торжественный вход это 171 год это это где-то а тут на самом деле есть расхождение в датировке по поводу того как правильно как правильно датировать значит вот то ли это 141 год то ли это 140 год но судя по всему все-таки 141 год значит а некоторые считают что это конец 142 года так или иначе да это торжественно отмечается 23 день второго месяца 171 года и как тут сказано мало того что вошли в крепость со словословиями пальмовыми ветвями да это как вот описание торжественного шествия которая согласно второй маковейской книги происходило в хануку и это как бы мы свое время это обсуждали компенсировало то что в суккот это не могли делать перед очищением храма вот так и здесь тоже идут с пальмовыми ветвями а также с то что здесь переведено как гусли это не что иное как ивритское слово кинор до которое греческий текст оставляет без изменений на он его транслитерирует а также кимбалами цитрами цитра это то что переводит слова на гимнами и песнопениями и басакр был сокрушен брак израиля и изгнан и как тут сказано дальше в следующем стихе симон установил ежегодно проводить этот день с весельем то есть устроил праздник значит так же точно как свое время в честь победы иуды над никонором был устроен день никонора который упомянут как в мигелат таанит так и в талмуде мигелат таанит напомню вам это такое довольно древнее сочинение основа которого создавалась мишнаистскую эпоху скажем где-то между вторыми третьими веками и она перечисляет те дни когда нельзя поститься и соблюдать траву так вот и день никонора упомянут в этом тексте и вот этот самый день который упомянут здесь да то есть это второй месяц это месяц и я а вот я сейчас на секунду возьму этот текст прочитаю вам вот этот текст значит мигелат таанит и там написано касательно касательно и яра значит что двадцать третий день месяца яра вышли жители хакры из иерусалима и дальше там разъясняется это как это все происходило да и вот в честь этого был установлен праздник тамуда обсуждает вопрос который обсуждает его в трактате роша шана вот эти установления дней праздничных которые упоминаются в трактате таанит имеют ли они силу или нет есть мнение что они после разрушения храма второго храма потеряли свою законодательную силу есть мнение что не потеряли во всяком случае большая часть дней которые упоминаются в мигелат таанит за исключением хануки пурима и еще нескольких как бы сегодня не отмечаются но мы видим что с точки зрения автора маковейской книги и вероятно здесь он как бы не грешит против истины в те времена день победы над акрой был вас принят как действительно величайшее достижение и заслуживающее того чтобы ежегодно праздновать этот день как бы получается и ханука и денег а нора и вот этот день взять и ахака это все праздник которые связаны с маковейским восстанием и лишь один из этих дней только но один из праздников ханука остался в результате в лоне еврейские традиции и не был забыт не был отменен возможно вследствие того что мы обсуждали свое время именно вот так превращение хануки в праздник чудо с кувшином масла то есть переосмысление хануки в таком гораздо более теологическом аспекте нам сказать что но я мы уже упоминали что хакру очень долго разыскивали и до сих пор на самом деле нет полного консенсуса где она очевидно что в районе города давида многие считают что это то место где раньше находилась так называемая стоянка гивати под которой в результате был обнаружил целый археологический как бы вот район и в том числе там никто идентифицирует хакру но что это или округ но что интересно что слави 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 когда он рассказывает эту историю он утверждает утверждает нечто что в общем не нашло не нашло никакого подтверждения это как бы большинство считают что это не не реальные исторические сведения он говорит о том что симон не только укрепил как тут сказано храмовую гору но что он срыл мало того что уничтожил акру но он срыл холм на котором акра находилась вот значит как ну вот я говорю что эти сведения содержится только исключительно в славе у иосифа вот нигде больше их нет вот и в общем предполагается что значит так что это что видимо видимо все таки это ошибка тем более что если действительно остатки крепости в на территории вот этой бывшей стоянки гевати 2015 году были обнаружены то понятно что если это действительно останки той крепости то он не мог все срыть и уничтожить вот это мы иногда обращаемся к флаве в качестве сравнения сам флаве в основном когда рассказывает об этих событиях опирается на первую маковейскую книгу но иногда рассказывает что-то противоречащие и мы не знаем что было в данном случае его источником но видимо какой-то источник был или какая-то традиция на которую он опирался и заканчивается глава введением нового персонажа очень важного персонажа о котором почти ничего не будет рассказываться первой маковейской книги но можно предположить что именно в его времена это книга и было написано это сын симона йоханан или юан как в реческом тексте который впоследствии будет называться йоханан геркан и он в общем воспринимается как основатель будущей космонийской династии хотя он никогда и не назывался царем царями назывались уже его сыновья иуда арестабула потом александр я най вот здесь сказано увидел симон что сын его йоан возбуждал и поставил его начальником над всеми войсками и поселился йоан поселился в гезере да вот в том самом месте которая незадолго перед этим симон захватил читали в прошлый раз впоследствии юан как мы увидим проявит себя действительно как доблестный муж и как человек который умеет бороться за власть но об этом потом мы начинаем читать главу 14 который будет происходить довольно драматические события но не столько для иудеи и симона сколько для селевкидской державы а именно сказано здесь сто семьдесят втором году царь деметрий на подразумевается деметрий второй я напомню вам что по-прежнему в селевкидской державе воевластие довольно выгодно симону конечно воевластие с одной стороны в антиохии сидит трифон убивший малолетнего царя антиоха сына александра балы антиоха 6 а с другой стороны в василевки и прибрежном городе сидит деметрий второй вот и как бы каждый считает себя царем вот тут сказано что 172 году то есть между 141 140 годами деметрий собрал войска свои отправился в мидию отправился в мидию чтобы получить помощь для войны против трифона значит теперь надо полагать что значит там известно что когда деметрий отправился вот в этот поход на восток фактически отправился в мидии он отправился против парфян боевать с парфянами именно в это время версии возникает новая власть власть после того что династия ахименида впала под ударами александра македонского и фактически вся эта часть месопотамия стала весь этот район стал частью селевкидской державы и это положение дел продолжалось до середины 2 века до новой эры когда параллельно с восстанием маковея более-менее в то же время появляется на исторической сцене новый игрок это парфяне значит это как бы и ирана язычные племена племена судя по всему значит на самом деле вторжение попытка захватить парфянами власть месопотамии начинается уже ближе к концу 3 века до новой эры но реально реально что они им удается создать свое царство как раз вот середине 2 века до новой эры параллельно с восстанием маковея что не создают новую династию династию аршакидов аршак вот значит не читая в на самом деле само как бы в центре этого племени это как бы почему это называется парфяне потому что как бы главная сила действующая опять же повторяя иранского происхождения от некая племя или народ под названием парни они как бы в древности селились начиная от приоралия и дальше на юг вот и вот они организуют парфянское царство которое просуществовало до середины 3 века новой эры когда но пала и под напором новых претендентов внутри персии сасанидов которые организовали сасанидскую династию вот все что в основном талмуд описывает касательно персов это как раз сасанидская династия мы как сейчас находимся парфи вот это царство но бы от вавилона начиналась фактически занимала весь иран до границы с индией вот и сам в период своего расцвета в общем доходило до восточных границ римской империи они постоянно соперничали теперь понятно почему деметрий отправляется в поход против парфянского царя он надеется таким образом как бы укрепить свой авторитет и если ему удастся вернуть под свою власть вавилонию и мидию то тогда как бы у него будет гораздо больше сил тем более что на этих территориях были союзные ему силы македонине и эллину которые конечно были бы рады тому чтобы деметрию удалось реализовать свои планы деметрий оставил вместо себя свою жену клеопатру клеопатру теу которая была женой и предыдущего правителя александра баллы вот и но в общем поход оказался крайне неудачным хотя автор маковейской книги не описывает то что в начале так как раз было вполне все благополучно вот но во время одного из сражений деметрий попался в ловушку был взят в плен митридатом или аршаком арсаком как он здесь называется парфянским царем и находился в плену потом целый ряд лет он в результате вернулся из плена но он находился в плену с где-то примерно около около 10 лет из довольно серьезный промежуток времени потом он снова на не на некоторое количество лет вернулся к власти о чем мы еще будем читать вот значит и вот он оказался в плену как тут сказано заключил его в темницу почему автор маковейской книги находит нужным об этом сообщить может быть для того чтобы создать некий фон да потому что он рассказывает на самом деле о правлении симона и может быть он хочет подчеркнуть контраст селевкидская держава постепенно приходит в упадок и вот на законный царь деметрий второй взят в плен находится в плену парфян потом кстати говоря история повторилась с одним из римских цезарей валерианом значительно более поздний период времени и вот он создает здесь контраст именно в это время иудея процветает во времена симона надо отметить что следующий текст на самом деле правильнее было бы записывать поэтической форме стихотворный это на самом деле поэтический текст и покоил и мы его сначала прочтем потом обсудим и покоилась земля иудейская в одни дни во все дни симона он старался о благе народа своего и нравилась им власть и слава его во все дни и ко всей своей славе он взял еще и опию то есть яфо для пристани открыл вход островам морскими и распространил пределы народа своего и овладел ту страну он набрал множество пленных господствовал над газары быть суром и над крепостью пусяко очистил ее от осквернения и не было противящегося ему иудеи спокойно возделывали землю свою и земля давала произведения свои дерева в полях плод свой старцы сидя на улицах совещались о пользах общественных и юноши облекались в пышные воинские одежды городам доставлял он съестные припасы и делал их местами укрепленными так что славное имя его произносилось до конца земли он восстановил мир в стране и радовался израиль великую радостью и сидел каждый под виноградником своими под смоковницу и своею и никто не страшил их и не осталось никого на земле кто воевал бы против них и цари смирились те дни он подкреплял всех бедных народе своем требовал исполнения закона и устреблял всякое беззаконнее всякого беззаконника и злодея украсил святилище и умножил священную утро а это по сути дела текст который мы сейчас прочти это не прочли это гимн по словословия симон и если внимательно выглядеться в этот гимн то мы можем достаточно быстро обнаружить ту аналогию которая поставлена заголовок нашей сегодняшней лекции хотя как я и сказал что после гибели иуды автор первой маковецкой книги в меньшей степени прибегает библейским аналогиям когда изображает своих персонажей но здесь он от своего правила отступает и фактически изображает симона как второго царя шлому напомню вам что брат симона иуда скрытым образом сопоставлялся с давидом и в этом смысле есть некая преемственность сам пости сама по себе идея что во все дни симона был мир земля покой это как бы то что утверждается по поводу шломов книги царей что мир был в его царстве никакие враги не докучали да и по поводу шлому хотя и не написано что он открыл от острова морским но при этом кстати сколько опять же отметим что у нас нет нет каких было точных сведений что симон хотел создать флот но по поводу шлому сказано что он с одной стороны царство от тевсаха на территории сирии до газы и помимо прочего торговал торговал с египтом и и поскольку торговал с египтом то направлял туда и корабли значит как сказано и флот создал царь шлому в и циен гебери то есть это где-то в районе элата вот рядом с тростниковым морем а и посылали они таким образом как бы корабли из тем чтобы доставать золото и драгоценности вот в этом смысле может быть и эта деталь намекающая на возможное стремление симона симона создать флот создает скрытую аналогию со шлому распространил он пределы народа своего и овладел той страной на это ровно то что говорится а шло может о нем сказано киву роды битволь эверан агар он властвует над всей этой землей набрал говорится множество пленных это правда не говори ничего подобного о шлому не говорится но правда про шлому вообще не рассказывает что он воевал в этом смысле аналогия не полный потому что симон все-таки воевал но вот результат этих его войн это полное благоденствие а значит действительно в предыдущих и предыдущий главе было рассказано как он нападет например гезаре а вот он господствовал над гезарем бет-суром над крепостью очистил ее от скверны и не было противящиеся ему иудеи спокойного сделавали иудеи спокойно возделывали свои поля земля приносила урожай и свой плод деревья равнин значит в самом деле описывается царство шлому то говорится о том что есть как бы народ живет абсолютно благополучно а мы увидим и дальше прям фактически прямую цитату из книги млахим по поводу вот этого благополучия но кроме этого и любопытно что автор первой маковейской книги используют пророческие тексты которые на самом деле говорят фактически о конце времен так например он использует текст книги пророка захарии пророк захария это пророк начала эпохи второго храма и вот у него я цитирую это захария глава 8 стих 4 вот что этот пророк обещает он говорит еще он говорит наступят времена когда будут сидеть старцы и старицы на улицах на площадях иерусалима у каждого мужа будет руках его посох от того что он очень стар старые люди да они опираются на свой посох на то есть как бы будет долголетие долголетие это всегда признак благополучия и площади города наполнится мальчиками и девочками или юношами и девушками которые будут играть на этих площадях и вот смотрите мы видим нечто подобное здесь на только уже в прошедшем времени на улицах старцы сидели кругом толковали друг с другом о добрых делах или как тут сказано об а пользах общественных видимо имеется ввиду какой-то своего рода может быть судилища или вечер а юноши как тут сказано тоже находится там облекаются в пышные и воинские одежды значит то то есть на самом деле наш автор он не пользуется словом маши до миссия он этой терминологии не пользуется но фактически можно понять так что с его точки зрения во времена симона симона осуществилось осуществились пророчество избавления да вот он и есть тот избавитель пророк захария тоже говорит о появлении такого избавитель царя хотя симона не называется царем но фактически а вот при нем наступает полное благоденствие любопытно что в мишнаистские времена так видимо воспринималась эпоха патриарха рабе иуды анаси составителя мишни когда описывает время его правления то вот он тоже пользуется похожей терминологией да вот это как бы наступила наконец полная абсолютная гармония осуществились пророчества об избавлении и как бы эти пророчества с точки зрения автора маковейской книги это на самом деле каком смысле реставрация реставрация времен шлумов дальше он говорит городам доставлял он съестные припасы и делал их местами укрепленными так что славное имя его произносилось до конца земли опять же как бы имя которое произносится до конца земли автор книги малахим говорит что царь шлумо да слух о нем слава его достигла всех возможных пределов да вот для того что вот он рассказывает как издалека с его точки зрения пришла царица шва и как его по-русски называется царица савская услышав вот величие величие царя шлумо и чтобы удостовериться действительно ли вот эта слава которая достигла концов земли соответствует соответствует реальность а то есть и в этом смысле и в этом смысле описание описание правления симона совпадает совпадает с тем что мы читаем мечтаем ушлому своего рода такой вот райский сад людей превращается райский сад он восстановил мир в стране мир это буквальный намек на шлумо шалом это фактически имя царя так понимается уже и в книге малахим и так она расшифровывается напрямую и радовался израиль великой радостью и вот ключевое выражение которое если все что до сих пор могло быть да ну вот могло восприниматься как некоторые пусть даже вполне обоснованная но все же гипотеза о перекличках между образом шлумо и образом симона но здесь это уже однозначно потому что вот этот текст и сидел каждый под виноградником своим подсмоковницей своей это с одной стороны полное повторение того что сказано о царе шлумо в пятой главе книги малахим вот я зачитываю ваешев иуда вы исраэль левет лаветах и штах от гафно вытах от ты на то мидан от бешава коль имей шлумо и сидели иудея израиль уверенно и спокойно каждый под своим виноградником и каждый под своей смоковницей от до бешевы все дни шлумо значит с одной стороны здесь как бы очевидно уже что да вот то что было во времена шлумо то же самое происходит во времена симон с другой стороны и здесь тоже есть своего рода исполнение эскатологического пророчества которое само по себе видимо основана на описание времени шлумо на этот раз я говорю о пророке конца восьмого века до новой эры современника и шаяу бенамоца исаи такой вот пророк по имени миха из морейши и вот миха говорит подобную же вещь только касательно конца времен в я шву в четвертой главе стихе четвертом сказано так в я шву и штах от гафно вытах от ты на то в эй махрид кипи адонай дибер и будут сидеть будет сидеть каждый под своей во своим виноградником своей смоковницей и никто не будет их пугать ибо слова господа уста господа воинств изрекли это причем вот важно отметить что вот это и никто не страшил их это цитата именно из михи ни кем лохим этого нет это может быть подразумевается но этого нет книги миха это есть никто не не будет их страшить в эйн махрид причем отмечу что все это в рамках пророчества которое повторяет пророчество и шаяу бен амоца о том что произойдет в конце времен когда все народы когда крамовая гора поднимется выше всех гор и все народы потекут ней чтобы учиться путям бога якова и перекуют мечи свои на орала и копия на садованные но на садовые ножницы и не будут больше учиться воевать как бы наступит полные благоволение и мир вот это то что происходит с точки зрения автора маковейской киева времена симона и хотя будучи войны которые он будет описывать но как бы вот он уже заранее создает некий итог нет подобного симона поэтому он заслужил доверия со стороны народа не осталось никого на земле кто воевал бы против них и цари смирились в его дни да по поводу шломов книги царей говорится что ему все окрестные цари приносили дань я сейчас не касаюсь вопроса насколько это описание носит исторический характер касательно шлома на судя по всему не совсем довольно немало гипербол в этом описании но само описание именно таково да значит все склоняются перед шуму перед его мудростью перед его величием и и говорится здесь что он подкреплял всех бедных в народе свое требовал исполнения закона и истреблял всякого беззаконника и злодея это на самом деле как бы ну можно сказать то что ожидается от царя спасителя да значит первым кто это говорит является пророк из и шаяу беномоц который утверждает что будущий спаситель который встанет из раз как бы это расток дома и шая то есть потомок давида он будет судить справедливо он будет судить справедливо и в частности рассудит бедных он как бы спасет бедных от нечестивцев у вируах сфатавья митраша и как бы духом усвоит уничтожит злодея на подобная же вещь о царе говорится в одном псалме по некоторым мнениям в этом псалме подразумевается шлума поскольку описание очень напоминают описание шлума книги царей вот до использования одних и тех же терминов например а шлума сказано что он властвовал рада и здесь в этом псалме это семьдесят второй псалом тоже говорится ваердми ямод ямми на родов сиар из да вот он властвует над всей землей от моря до моря перед ним склоняются все и враги лижут прах у его ног несут ему всякие несут ему дань и частности говорится о том что он будет опять же спасать бедных от злодея он будет править справедливо и шпот они ей ам юши али вне и вьон в и даке о шек да он будет судить справедливо бедных то есть спасать их и сокрушить грабителей нечестивцев а этот ровно то самое что сделает делает нашем тексте симон а вот он всем убой им народе своем он давал опору родила законе истребляя отступников всех и истребляя мерзавцев беззаконников и злодеев на кстати отметили что именно в маковейскую эпоху в этом сейчас написано немало исследований мы получаем по сути дела впервые довольно четкие подтверждения том числе археологические касающиеся стремлений исполнять но мос но мос тору до в полном объеме это был один из таких вот краеугольных камней того что космане и делали изначально привести к то есть они в этом смысле предшествовали хохамин они как бы стремились к тому чтобы закон исполнялся от сих до сих и как тут сказано украсил святилище и умножил священную утварь значит и это конечно нам должно по всей видимости напомнить то как шлому строил первый храм и не скупясь всячески украшал его на есть подробное описание в книге малахим первой части книги малахим шестой седьмой главе как величественный храм шлому и вот и симон тоже украшает святилище умножает священную утварь на этом заканчивается гимн повторяю как бы по идее этот гимн можно было поместить после того как автор закончик рассказ о правлении симон но видимо видимо вот это стремление создать контраст между приходящий упадок селевкидской державы дряхлеющие и в общем уже не представляющие большой опасности и процветающие иудеи соблазн желание создать этот контраст и продиктовали автору вот как бы то место в которое он в результате вставил этот хвалебный гимн симону потому что сразу же после этого гимна он делает флешбек и рассказывает о том что произошло сразу после смерти юнатана мы уже как бы продвинулись в нарративе мы читали про смерть юнатана про его погребение вот и как бы это все уже все уже было здесь как бы мы как будто бы возвращаемся на шаг назад и нам рассказывают что на самом деле немножко в разрез с гимном потому что из гимна можно понять так что нет подобного симону от края до края земли все цари перед ними выступают но проза жизни диктует свои законы и мы видим что когда автор переходит к более-менее реалистическому описанию то здесь он уже немножко сбивает этот накал и рассказывает о симоне как о политике не исключено что он и не был автором этого гимна что гимн был создан кем-то другим каким-нибудь придворным поэтом космонейским и он только вставил свою книгу этого мы не знаем во всяком случае мы как бы возвращаемся к нарративу и нам рассказывают когда дошел слух до рима и до спарты что юнатан умер они весьма опечались а значит те самые рим и спарта которые с которыми свое время йонатан заключил союз и видимо туда были посланы послы симона когда же услышали что симон брат его сделался вместо него первосвященником и господствует над страной и находящимися ней городами то написали к нему на бедных табличках на бедных дощечках как это делалось и случае с юнатаном чтобы возобновить с ним дружбу и союз заключенные ими с братьями его иудой ионатаном а на самом деле иуда заключал союз только с римлянами но ионатан заключал как вы видели и с римлянами и со спартой как напоминаю вам спарта имела тогда статус вольного города и вот список письма был прочитан перед собранием в иерусалим вот список как тут говорится с письма из писем присланных спартанцам спартанские начальники и город спарта приветствуют симона первосвященника симону первосвященнику старейшинам и священникам и всему народу иудейскому братьям нашим радоваться на как бы такое то ли так передается ивритская шалом то ли это действительно как бы хайра греческое слово приветствия радости послы присланные к народу нашему рассказали нам о вашей славе и чести и мы возрадовались прибытию их и записали сказанное ими народном совете таким образом умений сын антиоха и антипатор сын ясона послы иудейские те самые послы которые посылались его времена ионатана пришли к нам возобновить с нами дружбу и угодно было народу принять этих мужей с честью и внести запись слов и в открытые народные книги на память народу спартанскому список с этого мы написали для первосвященника симона надо отметить что как бы это более такое скажем гипотетическое утверждение то что я сейчас скажу но все же я это озвучу в гимне мы видели явное стремление представить симона как второго шло но возможно здесь есть нечто дополнительное шло но как известно находился согласно книги царей в очень хороших отношениях с хиромом царем финики и там рассказывается о том что хиром посылает шлому некое послание после того что он слышит о том что давид умер и на его место на трон взошел и был помазан шлому и он ему тоже говорит что вот как бы он приветствует шлому там это все связано еще с вопросом строительства храма но возможно что и здесь как бы некоторая аналогия такого рода намечается подобно тому как шлому приветствовал на иностранный монарх так вот и симона приветствует и возгновляют союз потому что храма был союз давидом после этого тут говорится симон послал того же умения в рим с большим золотым щитом весом в тысячу мин чтобы заключить с ним с ними союз мы знаем о том что в рим обычно цари которые хотели заключить союз с римом послали туда всякие драгоценные золотые дары это известно вот но надо отметить что золотой щит весом в тысячу мин это довольно увесистая вещь не очень понятно как они ее доставили потому что я вам что мина это около четырехсот тридцати шести граммов из получается 60 тысяч амин то это 436 килограммов довольно увесистый щит вот некоторые считают что даже больше вот вот некоторые считали что речь здесь идет не о весе этого счета его стоимости что только стоит но трудно сказать во всяком случае посылается до чтобы заключить временами союз и когда народ об этом узнает когда народ об этом узнает то решает а понятно что это как бы укрепляет укрепляет авторитет симон тут есть некий отрывок который сейчас я опускаю он появляется их 15 главе и здесь в некоторых текстах нашем переводе его здесь нет его нет мы до него дойдем и тогда обсудим вот вот но во всяком случае народ хочет отблагодарить симона когда услышал об этом народ то сказал какую благодарность воздадим мы симону и сыновьям его ибо он твердо стоял и братья его и дом отца его и отразили врагов израиля и доставили ему свободу мы не знаем говорил ли в самом деле так народ или не говорил но понятно что за этим стоит как бы концепция автора маковейской книги мы самого начала сказали что автор маковейской книги первой маковейской книги одна из главных его целей это создать легитимность правлениях османейской династии вот и поэтому здесь утверждается что на горе сион то есть на храмовой горе на столбах были выставлены спи тоже специальные медные дощечки в которых было сообщалось буквально следующее буквально следующее восемнадцатый день и лула кстати это первый раз когда берем кавинской книги первой маковейской книги фактически используется по-моему в первый раз а может нет нет не в первый раз было уже по поводу по поводу сквернения храма и очищения храма использования вот этих вавилонских месяцев которые в результате стали еврейскими месяцами названиями еврейских месяцев еврейского календаря тоже фактически уже целиком и полностью вводится маковейскую эпоху они пришли еще из персидского плена постепенно входили здесь это уже становится как бы частью еврейской жизни вот утверждается 18 день и лула 172 года то есть 140 года третий год при первосвященнике симоне сарамели что такое сарамели никто не знает великом собрании священника и народа и князей народных и старейшин страны объявлено на значит судя по всему это должно было быть где-то в иерусалиме поэтому были предлагались всевозможные разного рода прочтения ну например что сарамель это искаженно хацар амель двор народа божьих другие предполагали и другие прочтения но в общем мы не знаем точно что что здесь подразумевается какое именно место так или иначе так или иначе вот при большом стечении народа торжественным образом подтверждаются права симоны и всех его потомков на управление народом я прочту еще один стих мне не успеем прочесть все это как бы весь этот текст он довольно длинный но как бы это некий итог на так как много раз бывали войны в этой стране симон сын матафии сын сынов я рива дам его и рива это священческая череда упомянутая книги хроник как те которые служили при храме мы не знаем точно самом ли деле священники семьи матитьяу которые жили в деревушке мадиин тогда принадлежали этой семье но очевидно что автор стремится к тому чтобы подтвердить право космонийской династии быть первосвященниками и братьев подвергая себя опасности противостояли врагам народа своего чтобы сохранить святилище его и закон снова упоминается закон тора и великую славу прославили свой народ ну вот мы здесь поставим точку на сегодняшний день время наше вышло хотелось бы нам всем заключение пожелать чтобы удостоились таких правителей конечно сегодня система власти кардинально отличается от той которая была тогда во многом к лучшему каких-то может быть деталях лучшего но правители такого масштаба какими были иуда и унатан и симон не всегда появляется в народе они появляются как такие вспышки света и остается желать чтобы мы удостоились таких правителей которые бы привели нас к тому благоденству о котором рассказывает автор первом к виски книги чтобы мы избежали той судьбы которая в результате ожидала династию космонеев через несколько поколений когда эти правители сильно измельчали мы будем надеяться на лучшее вопросы замечания пожалуйста народ есть вопросы да значит значит так мы вообще говорили о строении мигра танец во время но я как бы вкратце еще расскажу она состоит на самом деле из трех слоев первый слой на арамейском языке второй слой на иврите и третий это еще последняя заключительная часть которая называется мама рахару теперь когда был написан первый слой сказать однозначно трудно значит как бы у нас нет прямых свидетельств можно действительно как бы еще как бы я говорил о втором веке на можно на основании языка попытаться датировать это еще более ранним временем мы знаем что эпоха мишны то есть конец второго начало третьего века это время возрождения иврита мигра танец написано на арамейском языке то есть не исключено не исключено что действительно можно датировать вот этот первый и самый краткий слой мигра танец еще более ранним временем некоторые доходят до того что датируют это текст временем до разрушения второго храма вот что касается второго более подробного слоя на иврите он гораздо более поздний и он видимо это как бы такие схоли которые обычно датируются как бы временем эпохи талмуда хотя это написано на иврите но там ощущается влияние некоторых талмудических текстов вот хотя и по этому поводу есть споры мамара харон последняя часть мигра танец судя по всему было создано уже в эпоху гаонов вавилоне то есть еще более поздний период спасибо пожалуйста еще вопросы замечания есть ну хорошо если вопросов и замечаний нет то значит мы с вами продолжим следующий раз я думаю что нам осталось где-то два от силы три занятия посвятить первой маковейской книге после чего мы перейдем ко второй маковейской книги совершенно другой мир вот спасибо большое всем за внимание спасибо большое спасибо окей тогда мы на этом заканчиваем на всем спасибо большое спасибо суроту вот счастливого до свидания пока